Итак, очередной выпуск бизнес-класса на Финам.ФМ. Мы рады, что вы нас слушаете. Итак, сегодня у нас тема достаточно специфическая, но тема, с которой сталкивался, наверное, любой человек. Любой человек, который когда-либо путешествовал, конечно же, останавливался либо в гостинице, либо в мотеле, либо в отеле. В общем, как-то представляет бизнес, о котором я буду говорить. Бизнес, основанный на гостеприимстве. То есть, по сути, гостиничный бизнес. Ну, есть еще рестораны, но мы о них сегодня не будем говорить. Коснемся только исключительно гостиничного бизнеса. И сегодня у меня, как обычно, в студии два гостя. Игорь Романов, член совета директоров Азимут от Hotels, и Даниил Мишин, основатель и управляющий партнер сети хостелов Beer Hostels. Здравствуйте, господа. Спасибо, что вы пришли. Хочу напомнить слушателям телефон прямого эфира. 495 – это код города. 6510996. Итак, ну, наверное, пару слов стоит сказать про каждого из наших гостей. Начнем с Игоря. Игорь, Азимут Hotels – очень крупная сеть, насколько я знаю. И я, как мы уже говорили с вами, даже имел возможность останавливаться в одном из ваших отелей. У вас где-то 500 номеров, да, номерной фонд, насколько я мог прочитать. Или я ошибся? Не 500, 5 тысяч. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, действительно, вы ошиблись. На сегодняшний день Азимут – сеть отелей. Это сеть, которая присутствует, работает и радует гостей в трех странах европейского континента. Это в России, в Германии, Австрии. Компания на сегодняшний день управляет примерно 20 и даже чуть более отелями. С совокупным номерным фондом чуть более 5000 номеров. 5000 все-таки, да, ошибся в нуле. Ну, такое бывает часто. Так, и второй наш гость – Даниил Мишин. Даниилу 20 лет, но он уже является основателем и управляющим партнером сети хостелов Beer Hostels. Ну, на самом деле, даже само то, что в 20 лет человек является основателем и управляющим партнером чего-либо, сам по себе, в общем, достоин уважения. Но, тем не менее, Даниил делает бизнес в такой специфической сфере, как вот именно гостиничный бизнес. В общем, я надеюсь, что у нас сегодня получится достаточно интересная беседа, поскольку есть представитель, скажем так, крупной и известной сети, и в то же время есть Даниил, который представляет, вот что называется, квинтэссенцию предпринимательства и того, собственно, олицетворения той идеи, что можно делать бизнес буквально начиная, я не знаю, вот когда вы начинали. Ну, я начал, у меня 12 лет было, но примеров полно, на самом деле, полно молодых предпринимателей, которые делают хороший бизнес, гораздо более сложный, чем я, там, куча моих знакомых, у которых даже производство своих кристаллов есть, парню 25 лет. Ну, то есть, ничего особо гениального в этом нету, это просто так сложились обстоятельства, я занимаюсь любимым делом, и вы правильно назвали его не гостиничный бизнес, я его называю гостеприимство, сферой гостеприимства. Ну, вот мы уже начали обсуждать частично новости из сферы гостиничного бизнеса, и как раз Даниил хотел поделиться новостью по поводу капсульных отелей, что-то у нас назревает, да, в этой сфере в Москве. Трудно назвать это новостью, я больше посплетничать хотел и слухами поделиться. Вот это мы любим. Любите? Да. Я тоже это дело обожаю. Да, много слухов ходило про то, что у нас будут капсульные отели, и говорили про капсульные отели, как в Японии, но знаете эти норки, куда залазишь? Да, давайте просто расскажем, что такое капсульные отели. Я, честно говоря, ни разу не был, не останавливался в таких отелях, я так понимаю, что родина это Япония, да, когда суть в том, что есть некая кабинка какая-то, когда вам нужно просто, ну, грубо говоря, ночь где-то провести, и вы залезаете в эту кабинку, значит, за какую-то скромную сумму, ну, или не очень скромную, не знаю, где как, наверное, и проводите там какое-то время, то есть, ну, обычно ночь, правильно я понимаю, да? Ну, суть истории в том, что, да, у них очень ограниченные площади были под, там, под отели в Японии. В Японии вообще ограниченные площади по сравнению с населением, да. Вот, и они начали искать варианты, как размещать людей на этих ограниченных площадях, и придумали, как мне кажется, предыстория, наверное, была какая-то такая, и они придумали капсулы, в которые ты залазишь, ночуешь, платишь за это деньги, какой-то у тебя есть дополнительный сервис на территории. Собственно, эта история неплохо прижилась в Азии, она много где существует. Откровенно говоря, я сам никогда в ней не жил, но много слышал отзывов, и часто положительно. Ну, когда эти отели попали все же с Японии на европейский континент, сама бизнес-концепция немножко видоизменилась, стала значительно более гибкой, и прежде всего, на сегодняшний день ориентирована на тех гостей, которые, находясь в крупных аэропортах, на железнодорожных станциях, находясь в транзите, ожидают своего рейса 4-5-6 часов, и им нужно где-то принять душ, где-то, может быть, после долгого перелета поспать 3-4 часа. Соответственно, капсульный отель в применении в европейском контексте становится местом, где гость может за относительно небольшие деньги остановиться на 4-5-6 часов. Для чего, как правило, не требуется размера привычного гостиничного номера. Стандартный капсульный отель, это, наверное, все же от 5 до 8 квадратных метров. И надо сказать, что они действительно достаточно компактны, достаточно удобны и удовлетворяют потребностям, которые могут возникнуть на протяжении 4-5-6 часов. Как правило, имеют и нормальную совершенно постель, стандартную постель, имеют нормальное рабочее место, нормальный рабочий стол, оборудован местом для подключения всех ваших гаджетов и девайсов, имеют интернет. И нужно сказать, что это действительно вполне нормальный продукт, вполне востребованный в условиях существенных крупных пассажирских потоков, прежде всего на крупных транспортных узлах. То есть вот все эти люди, которые лежат на стульях, обычно под пледами какими-то, на багаже на своем, в аэропортах, это все, по сути, клиенты таких отелей. Потому что я, в общем, сам был в такой ситуации, когда у меня была стыковка в Стамбуле, там, по-моему, 4 или больше даже часов, и я помню, как я лежал на этом стуле, очень неудобном, хотя, конечно, лучше, чем в российских аэропортах, но, тем не менее, все же неудобном в этом стуле, пролежал там 4 часа, пытаясь уснуть, как-то вот дождаться своего самолета. Даже прикол, извиняюсь, перебил, даже такой прикол был, когда Артемий Лебедев, знаменитый блогер, сфотографировал в Шереметьево, там поставили один пример этого слепбокса, этой капсулы, и он сфотографировал, как там человек спит в этом слепбоксе, и рядом на кресле валяется целая куча людей, которые там жмутся, им неудобно совершенно, и показал то, что вот она реальная альтернатива тому, чтобы сидеть на железных креслах и постоянно там ворочаться. Вот есть альтернатива, там небольшие деньги. Нужно еще все же раз акцентировать, не менее на том, что это доступная альтернатива, потому что обычно это стоит за краткосрочное пребывание не больше, чем 30-40-50 евро, и, как правило, не надо никуда ехать, не надо выходить из терминала, как правило, эти капсулы на отеле расположены на территории терминала, то есть, в принципе, 5-7 минут пешком от вашего выхода или места, где вы зарегистрировались, и вы уже находитесь в комфортных условиях, где вы можете спокойно поспать, поработать следующие несколько часов. Так, Данил, то есть у нас сейчас появляются вот эти слепбоксы, да, как вы говорите? Да, причем у нас они приобретают... Сареметьево, Думодедово, где? Нет, у нас они как раз-таки не на транспортных узлах, а речь идет о том, что... Опять же, слухи. Речь идет о том, что в историческом центре города, в районе Тверской, где-то ремонтируют такой отель, и они его вот-вот запустят. Правда, говорили вот-вот еще там в мае, по-моему, и в итоге пока еще не запустили. Ну, вот говорят, что вот-вот-вот, там, сентябрь-октябрь, они этот отель запустят. То есть, по факту, это классический отель, круглосуточный, у тебя какой-то даже лобби-бар там есть или еще что-то, и при этом вместо классических номеров, где там, ну, какая-то, сколько там, 18 метров, да, наверное, классический номер, 20, да, Игорь? У всех своя классика. Ну, да. Вот. И вот у них там стоят вот эти капсулы. Но зачем же на Тверской, собственно, вот так вот, в таком варианте, а стандарт, я понимаю, там, в аэропорту, да, ну, как бы, а здесь-то как? Будет ли спрос, как вы считаете? Я думаю, что здесь мы, опять же, просто... Наверное, смешиваем разные продукты, разные форматы, которые появляются в большом количестве последние несколько лет. Вот уже сказали сейчас про капсульный отель. Я думаю, что то, что реализовывается в центрах крупных метрополий, таких как, в том числе, Москва, это не обязательно капсульный, это так называемые смарт-отели, которые, вот, в частности, пытался вывести на рынок основатель Изи, наверное, уже лет 6-7 назад, когда предлагаются номера достаточно компактные, 9-12 метров, имеющие, опять же, совершенно нормальное место, где можно поспать, совершенно нормальное рабочее место, отличающее от обычного номера лишь тем, что он в полтора-два раза меньше. Сторонники этой концепции, этого продукта исходят из того, что большинство гостей, которые приезжают в метрополии, проводят, собственно, в номере не так уж много времени. Как правило, это сон, может быть, полтора-два часа, чтобы поработать, либо посмотреть телевизор. И поэтому, собственно, большое пространство, которого так не хватает в условиях больших метрополий, оно просто и не востребовано для того гостя, который в эти метрополии приезжает. Поэтому вот ответом на такие предположения появилось в ответ на такое предположение и появляются смарт-отели, которые минимизируют общую площадь типового гостиничного номера, доводя ее до, как я уже сказал, 9-12 метров. То есть тенденция понятна, а рынок стремится быть более эффективным, соответственно, есть спрос на... Я думаю, что тенденция заключается в том, что рынок становится таким, что он предлагает все более-более разнообразные формы, продукты потребителям. То есть потребитель становится все более требовательным, и рынок пытается реагировать на это и предлагает совершенно разные продукты. То есть если посмотреть на рынок сегодня и рынок 40 лет назад, то вариативность предложений в разы больше, нежели, чем это было 40 лет назад. Если посмотреть на то, какое обилие различных гостиничных форматов есть на сегодняшний день, то, в принципе, нужно, наверное, четко понимать, что это является именно откликом индустрии на потребности гостей. Хорошо, Игорь, спасибо. Уже после новостей продолжим. Мы поговорим об отелях с почасовой оплатой. Тоже интересная тема. Итак. Финэм-ФМ. Новости. 17.15 в Москве. Сейчас новости биржевые. Российский рынок акций сегодня неуверенно колебался около уровня предыдущего закрытия. Вчера существенный рост сменился осторожной фиксацией прибыли, что привело к некоторому понижению ценовых уровней. В эти минуты РТС теряет 0,6%, 1504 пункта. ММВБ в минусе на 0,4%, 1483 пункта. Лучше рынка выступает акция холдинга МРСК плюс более процента. Бумаги и лукоилы растут на 0,5%. Крупнейшая российская частная нефтяная компания подписала с правительством Код Девуара новые соглашения по геологоразведке морского участка в Западной Африке. Хуже рынка выступает акция Роснефть. Все теряют более процента и Газпрома, а у него минус 0,8%. Президент Владимир Путин считает необходимо менять экономику газового холдинга, но против отделения из компании газотранспортного бизнеса. Нужно, конечно, если вот так по-серьезному подходить, то нужно менять экономику у компаний подобного рода и обеспечить доступ к транспортным системам другим компаниям, сказал президент. Следующий выпуск менее чем через 15 минут. Анастасия Юрьева, служба информации. 17 часов 17 минут. Продолжаем бизнес-класс, говорим про гостиничный бизнес, обсуждаем его с гостями. А гости у нас следующий. Игорь Романов, член совета директоров Азимут Хотелс. И Даниил Мишин, основатель и управляющий партнер сети хостелов Beer Hostels. Телефон прямого эфира, код города 495-6510-996. Звоните, либо пишите на сайт Finam.fm. Итак, мы обсуждали новость о том, что в Москве возможно появится слипбокс. Даже не новость, наверное, слух. И закончили на том, что появляются различные форматы, гостиничные форматы. То есть рынок отвечает на какие-то, скажем так, новые требования, которые сейчас в современном мире появляются. Я знаю, что вот согласно некой статистике отели с почасовой оплатой окупаются в 5 раз быстрее, чем обычные гостиницы. То есть это можно тоже, в общем-то, назвать некой тенденцией. Но перед этим я бы хотел немножко структуризировать, что у нас является гостиничным бизнесом. То есть какие типы отелей у нас есть? Я знаю, есть мотели. Мотели – это когда приезжаете на машине, останавливаетесь. Ну, то есть мотели у меня ассоциируются, конечно, с Соединенными Штатами Америки, когда вот такие большие расстояния, дороги и какие-то вот такие кабинки, коттеджи в ряд выстроились. Это мотель. Есть хостел. Хостел – это как раз, я думаю, Даниил расскажет лучше. Это некое студенческое общежитие. Да, я так понимаю. Такая молодежная гостиница, студенческое общежитие, что-то очень недорогое, при этом достаточно стандартизированное и комфортное. По сути, кровать, душ, чистота и атмосфера. Вот что как бы характеризует хостел. И отличием хостела от классического отеля является многоместность размещения. В одном номере 4, 6, 8. В некоторых странах, как в Лондоне, там 28, например, человек в одной комнате. Хорошо. А что у нас есть еще? У нас есть еще звездность отелей, понятное дело, да? О ней сейчас чуть-чуть позже поговорим. И есть отели с почасовой оплатой. Тоже отдельный вид, да? Или нет? Или это как бы нельзя вынести в отдельный вид? Можно на самом деле долго говорить о том, какие типы отелей существуют. Потому что мир меняется, мир становится более разнообразным. Соответственно, меняются и отели, становятся совершенно разными, в зависимости от того, с какими гостями они работают, какие продукты предлагают. Есть апарт-отели для тех, кто ищет длительного проживания, проживания на длительный срок, допустим, месяц, два, три. Есть, как вы уже сказали, хостелы, есть резорт-отели, курортные отели, есть конгресс-отели, ориентирующиеся на проведение крупных мероприятий, конгрессов. Есть аэропортовые отели, это тоже специфичные отели. Это вид отеля, масса, масса совершенно разных типов отелей. Это разбибка по типу, скажем так, потенциального клиента. Совершенно верно. Если это бизнес, это бизнесмены, если это ресорт-отели, то это, как правило, люди, которые приехали на курорт отдохнуть. Так вот, предлагаю вернуться к отелям с почасовой оплатой. Тоже, на самом деле, у нас просто вот в Москве, я видел, достаточно недавно начали появляться, но быстро и в большом количестве такие вот отели. Они ассоциируются у многих с, скажем так, с, может быть, не самым лучшим сервисом и с каким-то таким специфическим направлением. Но, тем не менее, вот тоже как тренд, на самом деле, насколько это интересная штука. Действительно они окупаются в 5 раз быстрее, вот как по вашим оценкам? Я никогда не открывал такой отель, поэтому конкретно сказать, окупается или не окупается, сложно. Но, тем не менее, очень низкий порог входа. То есть, эти отели обычно очень небольшие, там, 5-6 номеров. Большое количество недвижимости под это дело подходит, потому что они, для них особенно какие-то там вывески снаружи, это особо не важно, они по-другому продвигаются. Ну и, тем не менее, они ориентируются на внутренний спрос. А внутреннего спроса в Москве на такую историю, по моему мнению, там, Игорь, может быть, я не знаю, не согласен будет, но внутреннего спроса на такую историю его полно, его очень много. И людям часто нужно после клубов, там, в какие-то тусовочные ночи, либо просто с девушкой, с какой-то, с мужчиной, неважно, уединиться, и обычно на это очень ограниченный бюджет. Я бы в этом вопросе, наверное, опять же, сфокусировался не на том, что делают гости в таких отелях, а на том, на какой срок отель предлагает свои услуги. И, естественно, если раньше отели достаточно жестко продавали свои номера на срок от суток и более, то сегодня на тех же примерах аэропортовых гостиниц мы видели, что все более часто встречаются ситуации, когда аэропортовые отели гибко реагируют на потребности пассажиров, клиентов и предлагают в тех же аэропортовых отелях гостиничные номера и на 4 часа, и на 8 часов, и на 12 часов. То есть, в принципе, это является, опять же, обратной реакцией индустрии на потребности вестей, и это не связано с тем, что гость будет делать в этом номере, он просто хочет пользоваться номером не 24 часа в сутки, ему нужен номер на 8 часов или на 12 часов. То есть мир становится быстрее, соответственно, тарифицированность начинает уже не сутки, а уже гораздо меньше временные промежутки. Вопрос достаточно стандартный в мировой рынок и российский рынок. Есть ли отличия, есть ли вообще такое понятие, как мировой рынок и российский, и если есть, и если есть отличия, то в чем отличие? В России и в мире. Это очень такое, достаточно частое заблуждение о том, что есть некий мировой рынок. Есть масса региональных рынков, которые индивидуально и отличаются очень сильно от рынка к рынку, которые, собственно, и в своей индивидуальности составляют этот некий мировой рынок. Если говорить о рынке гостиничных услуг в США и о рынке гостиничных услуг в Италии, то это совершенно два разных рынка. Рынок США – это рынок сетей и брендов, а рынок гостиничных услуг в Италии – это до сегодняшнего дня рынок, на котором продолжают доминировать семейные компании, не работающие с какими-то брендами, не объединенные в сети. Это рынок, прежде всего, индивидуальных игроков, работающих, прекрасно работающих зачастую и без привлечения широко известных за пределами Италии брендов. Поэтому все рынки разные, так же, как и Россия, очень сильно отличается, допустим, от рынка Австралии и Британия, отличается от рынка Греции. И говорить о том, что есть некий мировой рынок, ну, наверное, это какое-то упрощение и неправильно. Как вы думаете, Россия пойдет по какому пути? По пути Италии или по пути Соединенных Штатов Америки, где есть известные сети, которые везде, на каждом стопе, как бы, да, где… Россия на практике просто очень быстро и в реальной жизни показывает, что она движется однозначно не итальянским путем, потому что только на сегодня у нас уровень проникновения сетей, как российских, так и иностранных в Российской Федерации, он на сегодняшний день уже существенно превышает 20%. И если посмотреть на Евросоюз в целом, то в Евросоюзе в целом, по-моему, уровень порядка 20% мы видели где-то лет 15 назад, а на сегодняшний день он не превышает еще примерно 35%. То есть мы однозначно движемся по пути увеличения доли сетей, увеличения доли брендов на рынке. Это то, что мы видим, и то, что происходит очень быстро. Ну, я так понимаю, Азимут как раз идет по пути расширения регионального какого-то присутствия, то есть у вас свой бренд, своя сеть, и я так понимаю, что компания Азимут – это российская компания. Компания Азимут – это частная российская компания, и компания, которая была частной и остается российской с 2004 года, когда, собственно, она и была основана. А кроме вашей компании вот что-то такое, на рынке присутствуют какие-то серьезные игроки, о которых можно говорить, ну, грубо говоря, ваши конкуренты, и чем вы от них отличаетесь? На всех рынках по-разному, потому что мы достаточно плотно присутствуем и на рынке Германии. Ну, давайте возьмем Россию, чтобы просто понятнее было. Ну, Россия на сегодняшний день, опять же, это не монолитный рынок. Москва очень сильно отличается от Петербурга, Петербург очень сильно отличается от Владивостока, Владивосток очень сильно отличается от этой страны. То есть нельзя сказать, что вот есть некий российский рынок. Есть разные рынки, которые, опять же, индивидуально по-своему и достаточно существенно отличаются друг от друга. Действительно, мы считаем, что на нашем российском рынке построение сети имеет очень существенные экономические выгоды, так как позволяет, как продавать свой продукт дороже, так и обходиться при этом с значительно меньшими издержками. То есть мы действительно считаем, что экономика сети в России, она гораздо более привлекательна, нежели, чем экономика индивидуальных отелей. Ну вот 5 тысяч, больше 5 тысяч номерной фонд, еще раз повторю, не 500, а 5 тысяч. А сколько это отелей? Это более 20 отелей и на сегодняшний день самый маленький наш отель, это отель в Зальцбурге, 39 номеров, а самый большой это отель в Петербурге, 1030 номеров. Ну вот 20 отелей, да? И в основном эти отели в России все-таки расположены? Вы знаете, половина с точки зрения количества отелей расположены в России, примерно 2 трети номерного фонда расположены в России. 2 трети, да, ну то есть, да, это сколько? Это 5 тысяч разделить на 3. 5 тысяч разделить на 3, то есть, соответственно, где-то, ну, больше трех с половиной, правильно я понимаю, примерно? Ну вот, сколько вы сказали, 20 отелей, да? Больше 20. Больше 20. Ну вот есть такие сети, которые с вами конкурируют по числу отелей? Да, есть. А какие вот, мне интересно, игроки на рынке? Вы знаете... Я просто извиняюсь, не очень хорошо знаю отель и рынок, поэтому мне вот интересно спросить, а есть ли вот такие же крупные игроки и как конкуренция идет между вами? Смотрите, не хотелось бы заниматься рекламой своих коллег по гостиничной индустрии и называть слишком большое количество компаний, тем более, их не так много, но есть, как российские компании, которые точно так же развиваются давно. А мы не рекламируем никого, мы просто, у нас экспертное мнение. Точно так же развиваются давно и с разной степенью успеха в разных форматах. С глубоким уважением смотрю на то, как развивается, к примеру, компания Амакс. Российская тоже компания, да? Да. Есть и примеры успешные того, как развиваются иностранные сети в России. Взять, допустим, сеть Residor, которая работает под брендами Parkin и Radisson. То есть, действительно, мы видим, что на рынке присутствует достаточно многое, большое количество сетей. К гостям есть из чего и из кого выбирать. И, в принципе, все, что не происходит, делает наш рынок более конкурентным, заставляет нас, соответственно, и становиться более конкурентоспособными, развиваться более динамично, активнее, становиться более эффективными. В конечном итоге все это приводит к тому, что гость получает с каждым годом дополнительное время. Игорь, вопрос к вам. Вот на сайте вопрос спрашивает Дмитрий. Недавно вы открыли лофт-отель в Москве, который вы называете смарт-отелем. И в чем заключается эта смарт-концепция? Буквально в двух словах. В двух словах она заключается в том, что на достаточно ограниченном пространстве исторического реконструированного здания мы смогли вписать и вписать очень органично и эффективно то количество номеров, которые, наверное, большинство сетей в условиях нового строительства не смогли бы построить. То есть просто, грубо говоря, на меньшей площади попытались вместить какую-то как можно больше... Мы не пытались, мы смогли это сделать. Смогли это сделать. Мы смогли на достаточно ограниченной площади вписать очень эффективно 144 номера. Отлично. А на какой площади, если не секрет? Пардон, коллеги, у нас сейчас новости, продолжим через две минуты. Итак, вторая часть бизнес-класса на Finam.fm. Продолжаем обсуждать гостиничный бизнес. Был вопрос к Игорю Романову, который, соответственно, который у нас присутствует в качестве гостя. Это член Совета директоров компании Azimut Hotels. Также у нас есть второй гость, Даниил Мишин, основатель и управляющий партнер сети хостелов Beer Hostels. Итак, Игорь, давайте закончим по поводу смарт-отеля. То есть вопрос был, а в чем концепция? Я так понимаю, что это просто некий способ эффективно использовать ту площадь, которая есть. То есть у вас на... Помимо того, что достаточно эффективно мы спланировали пространство и вписали достаточно большое количество номеров. 144 номера на площади... Примерно 5300 метров. 5300 метров. Мы также смогли в рамках уже каждого номера достаточно эффективно спланировать внутреннее пространство. И часть номеров получились небольшими по размеру, но в то же время, благодаря эффективным планировкам, хорошему дизайну, они совершенно не потеряли функциональности. И гости, находясь в номере 18 квадратных метров и находясь в номере размером 25 квадратных метров, имеют ту же самую функциональность, ту же самую постель, тот же самый ствол для работы. То есть не потеряли в удобстве, комфорте и функциональности. Функциональность на более меньшей площади точно такая же и точно такой же комфорт. При этом оснащение номера таково, что человек, который путешествует с гаджетами, который привык постоянно быть онлайн, который постоянно хочет быть в центре и в курсе событий происходящего, он будет иметь эту возможность. То есть оснащение с точки зрения технической позволяет и постоянно подсоединять свои айфоны, айпэды. Ну понятно, гаджеты у нас, все понимают, что такое гаджеты. Даниил, вот по поводу, что называется, максимального комфорта на минимальной площади. Я думаю, что вы тоже в этом специализируетесь. Расскажите, как вам удается. Несколько другой формат, хостелы, общая кухня, да, но тем не менее, вот как удается это делать? Ужимаемся по максимуму, но создаем при этом максимальный комфорт. Ну как? Опыт, оптимизация пространства, наблюдаем. Сделали первый хостел, когда посмотрели, тут не так, тут не так, тут можно сэкономить, тут можно добавить, тут можно такое встроить. Это все просто с опытом приходят определенные решения, которые позволяют тебе максимально экономично использовать любое пространство. Сколько сейчас у вас точек? У нас в Москве под нашим брендом ведут операционную деятельность три точки, плюс у нас есть точки, которые мы открывали своей консалтинговой компанией, плюс у нас есть собственный бренд на Украине, который тоже сеть хостелов небольшая. Да, я знаю, что вы родились в Севастополе, и в Севастополе в общем-то пришла идея. Да. Прекрасный город, был там недавно. Как провели время. Отлично провел время. Как вообще зародилась такая идея заняться вот таким видом бизнеса? На самом деле, я побывал в Европе с родителями, увидел, как это там работает. Меня это очень сильно впечатлило. И это очень правильная атмосфера. В хорошем хостеле правильная атмосфера. Атмосфера, знаете, студенческого общежития в самом лучшем смысле этого слова. Не то, что там все между собой ругаются, соседи, а то, что одна порция пельменей на всех, кто захочет. Все двери открыты, и любой приходит и делает. Ну, люди встречаются, люди знакомятся. То есть такая креативная, креативная, молодежная. Очень общительная, очень толерантная при этом. Хостел — это не место, где могут быть какие-то российские или религиозные споры. Хостел — это место, где встречаются люди со всего мира, весело общаются, знакомятся. Ну, это в теории. А давайте вот так. Приезжает человек, какой-нибудь там, не знаю, человек, который не очень вписывается в эти стандарты. Давайте вот так скажем. Да, допустим, он негативен, ругается, от него плохо пахнет, условно говоря. Что вы делаете, чтобы такого не случилось? Возьмем реалии. Окружающая среда меняет людей. То есть, когда человек попадает в нашу атмосферу, он чаще всего начинает улыбаться. Начинает мыться и не ругаться матом. Нет, правда. Перестаньте. Данил, я вам не верю. Людей к этому можно провоцировать. И если внутри... Представьте, вы заселяетесь в гостиницу, где грязно, где народ между собой ругается. Как вы будете себя вести? Где вам нахамили при входе? Вы будете себя соответствующими вести. Ну, просто я туда не поселюсь, допустим. Когда вы приезжаете, вас встречают веселые люди, вы попадаете сразу же в атмосферу, где вас включают в часть компании, где вы можете познакомиться за пять минут с тремя или пятью другими разными людьми из самых разных точек мира, и при этом все улыбаются и все на позитиве. Скорее всего, вы будете так же себя вести. Но фейс-контроль-то есть какой-то? Безусловно. Но наш главный фейс-контроль – это наш маркетинг. Мы правильно привлекаем целевую аудиторию. Мы пытаемся привлечь именно тех, кого мы хотим у нас видеть. То есть такого, что заезжают какие-то негативные, неприятные люди и потом не знаете, как от них избавиться, такого нет? Есть, конечно, но это очень мало. Расскажите, какой-то случай. Вы знаете, до ситуации было на самом деле множество. И хостел – это очень дешевый формат, поэтому привлекает совершенно разных людей. Не хочется задаваться подробностей и рассказывать самые негативные сценарии, которые у нас были, но чаще всего у нас все очень положительно. Но российский интерменталитет как-то играет роль, как вы считаете? И особенный вопрос, кстати, к Игорю, потому что Азимут Хотелс имеет отели не только в России. Здесь есть чем сравнить. Ну, как я уже сказал, мы начали работать в России, но на сегодняшний день фактически стали европейской компанией, работая как минимум столько же, и также активно и плотно в Германии, в Австрии. Ну, отличаются русские люди от европейцев? Или не заметили? Нет такого? Люди есть люди. И вне зависимости от национальности, вне зависимости от паспорта есть адекватные люди, есть неадекватные люди, есть хорошие люди, есть нехорошие люди. Наверное, можно говорить о том, что в последнее время все же клиенты, вне зависимости от национальности, становятся более требовательными, и это происходит на фоне того, что они готовы платить все меньше и меньше. То есть, с одной стороны, проживание в отелях становится для них все более и более доступным, с другой стороны, на этом же фоне гости становятся все более и более требовательными. У нас работает телефон прямого эфира 495, это код города, 6510996, обсуждаем бизнес, основанный на гостеприимстве. Соответственно, мы уже выяснили, что само присутствие Даниила Мишина, основателя и управляющего партнера сети хостелов, уже говорит нам о том, что можно стартовать этот бизнес достаточно просто и, соответственно, вопрос. Что касается первоначальных инвестиций, вот сколько нужно для того, чтобы в этот бизнес войти? Ну, наверное, Даниил, вам первому слово. Трудно сказать. То же самое, что в ресторанном бизнесе. Можно открыть сабвы по франшизе на улице в маленьком киоске, а можно построить отель Пушкин. Это совершенно разные вещи, при этом в одном формате. У нас можно построить минимальный хостел в квартире на 20 мест за 2 миллиона рублей, например. Ну, не то, что построить, взять квартиру, поставить туда кровать и сделать какой-то минимальный маркетинг, как-то его продвинуть, заказать контекстную рекламу, нанять людей и заселить первых гостей. А можно сделать качественный хостел за 15, 20, 30 миллионов рублей. Это зависит от того, каким бизнесом вы занимаетесь. Ну, вот вам сколько потребовалось денег для того, чтобы стартовать хотя бы как-то? Мой первый хостел мне обошелся в 200 долларов, но это не показатель, потому что это была моя недвижимость. Квартира моей бабушки, старинская, и я потратил 100 долларов на постельное белье, которое мне привезли челноки из Турции, а другие 100 долларов купил пиво, отдал матросам, они мне сколотили двухъярусные кровати. То есть это не очень релевантно. В Москве в любом случае это будет дороже, и если подходить к этому как к бизнесу, а не как к самозанятости. Хостел имеет часто формат самозанятости. Ты там же живешь, ты им же управляешь, ты являешься и администратором, и горничным охранником. И сам себя занимаешь и получаешь за это какую-то плату. Вот если относиться к этому как к бизнесу, я бы сказал, то что минимальный порог входа 3-4 миллиона рублей. 3-4 миллиона рублей для того, чтобы открыть хостел в Москве. А какие показатели, на какие показатели можно рассчитывать? Собственно, когда вы выйдете, открыв такой бизнес, когда вы его окупите? Простой вопрос. Вы можете его не окупить, это очень высокая вероятность. Сумасшедшая текучка на рынке. Открываются точки, закрываются точки. Все дело в том, что низкий порог входа приводит в этот бизнес случайных людей. Они открываются, пробуют, 3-4-5-6 месяцев ведут операционную деятельность, понимают то, что все не так сладко, закрываются. Наши показатели окупаемости до 5 лет. До 5 лет. Ну а вот, собственно, тот бизнес, который вы ведете, какие обороты примерно у вас? Мы не раскрываем эту информацию пока. И процент ретабельности тоже пока не можете сказать. Понятно. У нас часто такое бывает. Люди ведут переговоры с инвесторами и не хотят открывать карты. Игорь, ну а вы можете ли сказать что-то, что наши слушатели могут использовать для себя как ценную информацию о том, насколько привлекателен бизнес на гостеприимстве? То, что сказал Данил, что для себя коллеги рассматривают срок окупаемости по гостиничным проектам не более 5 лет. Могу сказать, что в текущих условиях на текущем рынке это достаточно амбициозно, но достижимо. Мы отстроили бизнес-процессы и эксплуатируем отели таким образом, что в принципе те вложения, которые были сделаны, они уже окупились и гостиницы продолжают радовать собственников своей эффективностью и своей рентабельностью. То есть в принципе, да, действительно, сроки окупаемости в индустрии растут. Они значительно длиннее в случае нового строительства. Я думаю, что если говорить о новом строительстве, то, наверное, по эффективным построенным проектам в хорошем месте на хорошем рынке, наверное, это 7-10 лет. По проектам, приобретенным с вторичного рынка, ну, наверное, 5-7-8 лет это нормально. Нужно сказать, что действительно очень многое происходит и меняется и к лучшему, в частности, на российском рынке. Заемное финансирование, которое было фактически недоступно для многих игроков и многих участников отрасли 5-6-7 лет назад, на сегодняшний день становится все более и более доступным не только крупным сетям, но и индивидуальным отелем и небольшим участникам рынка. И поэтому зачастую можно говорить не только о том, что для того, чтобы открыть собственный бизнес, надо вложить сколько-то собственных денег, но на сегодняшний день появляются такие возможности, как привлечь кредит банка на то, чтобы отремонтировать какой-то приобретенный мини-отель, либо профинансировать его реконструкцию, расширение, либо приобретение дополнительного отеля. То есть, в принципе, возможности делать бизнес, расширять бизнес, они на сегодняшний день лучше, чем были 5-6 лет назад. И именно это наличие альтернативных источников финансирования, прежде всего банковских кредитов, оно точно так же очень существенно позволяет инвесторам сократить сроки окупаемости на собственные средства, которые вложены в гостиничный проект. То есть, ситуация сейчас улучшается, да, с источниками финансирования, то есть, дают более длинные деньги под низкий процент, да, то есть, за последние Еще раз повторюсь, по сравнению с тем, что было на рынке 5-6-7 лет назад. То есть, ну, 5-6-7 лет назад, понятно, наверное, было, было, наверное, хуже. К тому же вы, я так понимаю, с тех пор сильные выросли и приобрели бренд, который более известен, чем раньше, и поэтому, конечно же, с этим все проще. Вы, насколько я понимаю, всегда покупаете здания или строите сами, то есть, вы не берете в управление, скажем так, отели? Мы начинали свою деятельность с того, что покупали отели в собственность, и первые наши приобретения были все отели, приобретенные в собственность, которые и остаются в нашей собственности. В последнее время мы пытаемся активно развиваться и за счет договоров управления, предлагаем эту услугу на рынке, потому что считаем, что вот несколько лет успешной работы с собственными отелями, несколько лет подтвержденных результатов, когда любому человеку, приходящему с рынка, мы можем показать вот отель X на рынке Y, вот такие цифры у него были 5 лет назад, такие цифры стали через 2 года работы после того, как мы туда пришли. То есть, с такой рентабельностью он работал, с такой рентабельностью стал работать, вот стоимость услуг управления, и вот собственно твоя экономика, и ты можешь увидеть, что работая сам, ты можешь добиться таких-то показателей, привлекая управляющие компании с рынка, ты можешь добиться показателей зачастую гораздо лучше. Спасибо, продолжим тему после новостей. Вот видите, размещение Сбербанка называют удивительно бессмысленной операцией. Ну ладно, хорошо, возвращаемся к теме «Бизнес на гостеприимстве». Итак, мы общаемся с уважаемыми гостями, Игорь Романов, член совета директоров Azimut Hotels и Даниэл Мишин, основатель и управляющий партнер сети хостелов Beer Hotels. Даниэлу, еще раз повторю, 20 лет. Хостелс, да, извините. Даниэлу 20 лет, но тем не менее он уже является как бы собственником некого бизнеса. Конечно, показатели не разглашаются, но, кстати говоря, вот Игорь, продолжая тему об эффективности, которую мы начали, средняя эффективность по отрасли в России, по рентабельность по EBITDA, есть ли такие данные вообще? Если говорить именно про рентабельность по EBITDA в Российской Федерации, то если отбросить, опять же, какие-то экстремальные случаи, какие-то крайности, я думаю, что большинство отелей способны и должны работать в диапазоне от 20 до 40% в зависимости от того, какой продукт, какой набор дополнительных услуг, потому что понятно, что рентабельность в номерном фонде, она существенно выше, чем, допустим, рентабельность в услугах, связанных с питанием, в так называемом фоденбайвере, соответственно, в зависимости от того, является ли отель чисто bed and breakfast, либо полноценным классическим отелем с большим количеством дополнительных услуг с несколькими ресторанами, будет меняться и рентабельность данного отеля, но, как я уже сказал, от 20 до 40% по так называемый EBITDA, это на сегодняшний день уровень как достижимый, так и реальный, и отели просто обязаны показывать его. Ну что ж, да, это очень неплохо, 20-40%. Вопрос, Даниил, к вам, вот Игорь говорит, что не только его компания строит свои отели, ну и, собственно, еще берет в управление, а вот у вас есть ли какие-то собственные хостелы? Или вы все арендуете? Недвижимость вы имеете в виду? Да. А. Ну, кроме вашего севастопольского варианта, который был изначально вашим. Нет, мы двигаемся по аренде. Для нас это более быстрые деньги и более быстрая окупаемость, поэтому, наверное, вот мы пока двинулись в ту сторону, тем не менее, мы открыты для хороших предложений по покупке, вероятнее всего мы к этому придем рано или поздно, ну вот поднакопим жирок и начнем уже недвижимость покупать. Как принимается решение об открытии? На основании чего? Есть определенные критерии, у нас есть показатели экономические, от которых мы можем отталкиваться по тому или иному объекту недвижимости. Приходим, смотрим, высылаем наших проектировщиков, сделаем замеры, смотрим количество мест, которые мы можем вместить, смотрим какие-то дополнительные услуги, которые мы там можем продавать, садимся, делаем экономическую модель по стандарту, то есть есть стандартная экономическая модель, вбиваем в нее экономические данные, переменные какие-то, и смотрим, насколько этот объект входит в те критерии, которые мы для себя обозначили. Ну, где вы точно не откройте хостел? Да трудно сказать, рынок динамичный, рынок развивается в перспективе 5 лет, те точки, которые мне сейчас кажутся совершенно неподходящими под это дело, могут оказаться подходящими. Вот у нас спрашивает наш слушатель Михаил, как обеспечиваются санитарные нормы в хостелах, используются ли промышленные стиральные машины и клининговые компании? Не могу говорить за все хостелы, как кто делает. А мы и не просим, расскажите про вас. У нас, на самом деле, соответствие санитарным нормам достигается тем, что мы изначально делаем хостелы в соответствии с санитарными нормами. И если изначально все проектировать правильно, с количеством метров на человека, с правильными там входами, выходами в постирочные, ну и так далее, там куча всяких нюансов мелких, я их даже не припомню. Мы изначально нанимаем хорошего консультанта, который эти вопросы может освещать логично и говорить, что где, как нужно делать в соответствии с нормами. Проектируем изначально правильно, а насчет того, какие мастеральные машины используем, по-моему, промышленные используем. — Хорошо, ну, надеюсь, Михаил удовлетворен. У нас работает телефон прямого эфира, код города 495 и сам телефон 6510996. Можете позвонить, задать вопрос, либо высказать свое мнение, задать какую-то тему разговора. Хотя, в принципе, времени у нас осталось уже не так уж и много, около 8 минут. Либо вы можете написать на сайт Finam.fm, как это сделал Михаил. Игорь, у меня к вам такой же вопрос, как вы принимаете решение об открытии отеля? — Ну, прежде всего, нужно понять рынок. На котором тебе предлагают либо купить, либо взять в управление отель. Насколько он привлекательен для того, чтобы вести там именно гостиничный бизнес, а не заниматься хобби. И так как мы пытаемся позиционироваться, как сеть, ориентированная прежде всего на деловых гостей и на деловой туризм, то, естественно, мы пытаемся идентифицировать и понять, какие рынки интересны прежде всего с точки зрения повышенной деловой активности сегодня, либо в ближайшей перспективе. То есть мы ориентируемся на спрос, который так или иначе связан с деловой активностью. И поэтому мы в меньшей степени привязаны к таким показателям, как численность населения в том или ином городе. С нашей точки зрения гораздо более показательным является уровень делового спроса, деловой активности в данном регионе. С точки зрения того, что мы все же не являемся на сегодняшний день малым бизнесом, а пытаемся перерасти средний бизнес и стать крупным бизнесом, у нас есть... Оборот не расскажете нам сразу. У нас все же есть некие минимальные требования по размеру номерного фонда, и для Российской Федерации на сегодняшний день это минимум 100 номеров. Минимум 100 номеров, и я думаю, что максимума на сегодняшний день нет, с учетом того, что наш крупнейший отель 1030 номеров, и мы очень рады тому, что у нас есть такой отель. Мы чувствуем себя очень комфортно, управляя отелем такого размера, он нам не доставляет абсолютно никаких сложностей с точки зрения введения бизнеса, поэтому минимум это 100 номеров, максимума нет. Мы более ориентированы на гостиницы, которые заточены преимущественно на оказании услуг по проживанию, то есть имеют больше номеров, не так много ресторанов, потому что, к сожалению, пережиток, допустим, тех проектов, которые были построены в 70-х годах, это избыточная на сегодняшний день мощности кухонных производств, мощности ресторанов, которые просто на сегодняшний день с точки зрения технологий современных организаций питания, с точки зрения спроса на рынке уже просто не востребованы. Поэтому мы пытаемся фокусироваться, прежде всего, на качественном номерном фонде, на качественном номере. У меня, наоборот, есть данные, что, наоборот, есть тенденция сращивания гостиничного бизнеса с другими отраслями обслуживания, то есть в гостиницах это там какие-то спа-центры, рестораны, развлекательные, спортивные комплексы. Это не так, да? Не скажете, что это так? С точки зрения тенденции, я думаю, что тенденция российская, она сводится к тому, чтобы все же не изобретать колесо дважды, а пытаться брать лучшее из того опыта, который есть за пределами Российской Федерации, который все же идет по пути отказа от натурального хозяйства и идет по пути аутсорсинга аутсорсинга и какой-то более узкой специализации. Соответственно, предполагается, что тот, кто очень хорошо умеет продавать номера, наверное, не всегда умеет точно так же делать спа, так же хорошо и привлекать с ними. Понятно, да, каждый должен делать то, что он хорошо умеет делать. Профессиональный ресторатор гораздо чаще делает лучше рестораны и гораздо чаще, более активно и умело способен привлекать аудиторию и посетителей в рестораны, нежели чем это делает гостиничная компания. Поэтому, в принципе, та же Европа, она развивается больше по пути специализации и аутсорсинга так называемых непрофильных функций. В России я вижу то же самое. Хорошо, но теперь у нас буквально 4 минуты осталось. Совет тем, кто собирается войти в этот бизнес. Даниил, есть ли у вас какие-то советы? Может быть, даже тот совет, что не надо этого делать? Подумайте дважды, да. Подумать дважды. Сложный бизнес. Вот 40% рентабельность от EBD, это, конечно, прекрасный показатель. У нас не получается на такой показатель пока выходить, но у нас бизнес немножко другой. Собственно, он не такой. Может, это Игорь специально сказал так, знаете, что все такие, о, у них так классно все. Да, да, пойдем, пойдем подальше. Да, да, да. Не ограничить по времени, я бы вам рассказал, как к этому приходят, как это достигается, где это достигается. Это не секрет, это… Я думаю, что в отдельной программе это как-нибудь обсудить. Может, и мы к этому придем к 40%. В общем, что я могу сказать? За объем работы в 24-часовом сложном бизнесе, по моему мнению, не самая высокая рентабельность. Но, тем не менее, если кого-то по-настоящему тянет гостеприимство, если кто-то чувствует, что это его история, то почему нет? То есть, если есть, как бы, passion, да, есть страсть к этому, тогда можно. Игорь, буквально в нескольких словах есть что добавить? Очень много накопленного опыта, как в России, так и за пределами России в индустрии гостеприимства. Я бы посоветовал слушателям, прежде всего, пользоваться тем опытом, который уже есть, обращаться более активно к профессионалам, не пытаться изобрести колесо дважды. Понятно, понятно, ясно. Хотел спросить, вот знаете, чисто личный вопрос, экология в отельном бизнесе. Знаете, вот приезжаешь в отель, а там тебе табличка, что подумайте дважды, прежде чем полотенце сдавать в, это самое, в химчистку, да, то есть, использованное полотенце кидать в ведро, где его там поменяют, потому что это, собственно, наносит ущерб природе и так далее. Вот у меня всегда было, всегда был вопрос. Экологичность гостиниц в Европе, в Евросоюзе, прежде всего, она очень хорошо экономически стимулируется, прежде всего, властями и Евросоюзом. Например, зеленый отель, это не просто хорошо, это в том числе и определенные преференции по коммунальным тарифам. Это и, на самом деле, более высокие цены, которые платят гости за проживание в зеленом отеле. Нет, ну вот с этим полотенцем, какая история-то? Это отель пишет, потому что это действительно так, или это просто некий способ заставить гостя, скажем так, не использовать это полотенце второй раз, третий и не выкидывать его после первого использования на смену. То есть, отель здесь облегчает себе жизнь, или это действительно вот так все серьезно? Вы знаете, какова бы ни была подоплека этой наклейки или этой рекомендации... У вас такая есть? Такие истории в ваших отелях? У нас такие истории есть, и я хочу сказать, что вне зависимости от того, с чего все началось, приходит все к тому, что действительно отели пытаются быть ответственными гражданами общества и пытаются действительно гостям напомнить лишний раз о том, что, наверное, можно лишний раз не бросать полотенце на пол, наверное, не так обязательно его втаптывать и загрязнять, наверное, ничего страшного не произойдет, если повесить его обратно на крючок и на следующее утро воспользоваться этим же полотенцем. То есть, в принципе, гостю дается выбор, а какому совету последует гость, никто ничего жестко не навязывает. Это такая история, win-win, все выигрывают, по-моему. Ну, природа сохраняется, отель экономит, и с гостем все в порядке. Даниил, а у вас есть какие-то вот такие подобные штучки, которые вы, уловки, скажем так, которые вы транслируете своим гостям, чтобы они вели себя в определенных рамках? Мы пытаемся их стимулировать просто к определенному типу общения, к определенному типу поведения внутри, безусловно. Хорошо, ну что ж, это была программа Business FM, у нас были в студии гости Игорь Романов, член совета директоров Azimut Hotels, спасибо, Игорь, и Даниил Мишин, основатели управляющие партнер сети хостелов Beer Hostels. Спасибо. Даниил, спасибо, что пришли, спасибо за то, что приняли участие в программе. Сделал небольшой анонс, после того, как программа закончится, у нас после новостей, соответственно, вы сможете послушать программу «Сухой остаток», она сегодня начнется в 18.00, Олег Дмитриев светит тему, а тема звучит так. Когда финансовые рынки созреют для серьезного движения? Тема, несомненно, весьма интересная. Ну, а это была программа «Бизнес-класс» на Финам ФМ, я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания.